Одним из центральных событий празднования 75-летия Победы в нашей стране станет торжественное открытие Ржевского мемориала и памятника, созданного по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Во всех смыслах это самый крупный в современной России монумент, посвященный подвигу советского солдата. Под эгидой Российского военно-исторического общества средства на его возведение собирали всем народом. Часть денег выделила союзные государства России и Белоруссии. Строительство началось в июне 2019 года, а весной нынешнего года нам с Владимиром Морозовым по приглашению компании Медпром удалось побывать на строительной площадке мемориала и ознакомиться с историей рождения проекта и проследить за ходом работ. У авиастроителей есть одна широко известная шутка. На иллюстрации прекрасно видно, каким представляют себе будущий самолет разные специалисты. Как оказалось, у авиастроения и возведения памятников немало общего. Скульпторы и архитекторы, решая художественные задачи, заботятся о том, как и из чего сделать 25-метровую фигуру, возвышающуюся на 10-метровом кургане, сделать ее зрительно невесомой и парящей над бывшим полем боя. В то же самое время конструктор, технологи и строители работают над чисто техническими решениями, подбирают необходимые материалы, рассчитывают запас прочности, обеспечивают безупречную устойчивость всей конструкции, помнят об эксплуатации, ремонтопригодности и постоянно следят за ходом строительно-монтажных работ. Кроме того, как и в авиастроении, всем вместе необходимо учесть неуправляемые погодные факторы, в частности изучить грозу ветров и внести в проект коррективы, основываясь на результатах полноценной продувки модели памятника в аэродинамической трубе Центрального аэрогидродинамического института. А итогом общих усилий и подчас взаимоисключающих требований должен стать мемориальный комплекс, и что немаловажно, создаваемое им эмоциональное состояние. Задача, что и говорить, уникальная, придумать, спроектировать, построить, отрывав от земли и незаметно для зрителя подняв воздух 80 тонн бронзы на 30-тонном несущем стальном каркасе. Как и в любом большом деле, грядущему торжественному открытию предшествует масса любопытных деталей и нюансов, обычно остающихся за кадром. Именно о них съемочной группе специнформа рассказали Андрей Коробцов, скульптор и автор памятника, и Георгий Данелия, главный конструктор памятника. Военно-историческую же часть взял на себя Алексей Исаев. Прошло 75 лет с окончания Великой Отечественной войны. Вспоминают великие битвы и сражения этой войны, и невозможно пройти мимо Ржева, который оказался на самом деле для нас открыт буквально в последние пару-тройку десятилетий. До этого оставался за кадром отечественной историографии, о нем редко вспоминали. И, пожалуй, в народной памяти он остался только в стихотворении «Я убит под Ржевом». Что, в общем, неудивительно, ввиду того, что Твардовский был как раз корреспондентом газеты Западного фронта, который воевал под Ржевом. История Ржева началась в октябре 1941 года, когда после Вяземского окружения Западного фронта через него немцы прошли достаточно бодрым темпом и быстро захватили важнейший узел дорог, которые шли из запада на восток, из юга на север. И вот в пересечении этих железных дорог, крупных магистралей, как раз, лежит город Ржев. И именно его положение как достаточно близкого к Москве населенного пункта и узла дорог определило интенсивность и напряжение боев за него. Вскоре после освобождения Калинина в декабре 1941 года, когда Калинин, это ныне Тверь, ему было возвращено дореволюционное наименование, советские войска вышли к Ржеву и пытались его обойти. Речь не шла в тот момент о лобовом штурме, а речь шла именно об обходе. И именно когда советские войска двигались в обход Ржева с запада, они вышли именно в тот район, где сейчас стоит памятник. И памятник находится в той точке примерно, с точностью до нескольких километров, где проходила какое-то время линия фронта, вот этих обходящих войск, когда город был почти полуокружен. Однако одним из поворотных пунктов в судьбе Ржева было то, что он стал центром внимания не только советского, но и немецкого командования. На это направление был поставлен Вальтер Модель, один из наиболее энергичных и талантливых немецких полководцев. Это определило последующую достаточно жесткую борьбу за него, поскольку с стороны Красной Армии на Ржев наступали войска. Ну, имеется в виду на Ржев не только на сам город, но и на достаточно широкий район вокруг него, вокруг этого узла дорог, наступали войска и Западного фронта Жукова, и Калининского фронта Конева. Причем Калининский фронт Конева был, пожалуй, основным объединением Красной Армии, которое наступало в районе Ржева и впоследствии на сам Ржев. Зимой 1941-1942 годов ценой, прямо скажем, значительных усилий немцам удалось удержать Ржев. Значительные усилия это в том числе и вбрасывание в пекло сражений слабо подготовленных пантанеров из состава тыловых частей, всевозможных поваров, водителей, в общем, всего, кого можно, бросили в бой и удержали Ржев именно как важный узел дорог ввиду того, что именно его удержание позволяло держать войска Калининского фронта на голодном пайке в случае, если они будут наступать в тыл группы армий центр с севера, то есть на Смоленск. И вот этот Ржев, как важнейшая точка, он сохранил свое значение весь 1942 год. По существу, если проводить аналогии с событием Первой мировой войны, они напрашиваются ввиду того, что бои под Ржевом были преимущественно позиционными, то можно назвать Ржев таким верденом Советско-германского фронта, то есть сражением позиционным, но достаточно важным для развития событий на западном стратегическом направлении в целом. Поскольку после того, как немцы были отброшены от Москвы, Ржев оставался достаточно близкой к Москве точкой, от которой мог последовать новый удар в направлении на столицу, и Москву терять было ни в коем случае нельзя и как политический центр, и как центр дорог Советского Союза, и как московский угольный бассейн. И ввиду этого ликвидация угрозы столицы тоже была не на последнем месте списке тех задач, которые решали Западные Калининские фронты. Наиболее интенсивные сражения за Ржев развернулись летом 1942 года, когда и Западные Калининские фронты развернули наступательные операции с охватом Ржева с юга и с запада. И в итоге, в сентябре 1942 года, бои вылились даже на улице Ржева непосредственно. Уличные бои начались. И вот эти весьма интенсивные сражения, они помимо прямого воздействия на противника, то есть уничтожение живой силы ввиду техники, ввиду того, что когда идет интенсивная подготовка, для Ржева на самом деле боеприпасов не жалели. Понятно, что летящие снаряды и мины, они рано или поздно настигали свою цель, пехоту немецкую. Помимо этого имел место срыв немецких планов по окружению советских войск на том же стратегическом направлении, несколько южнее, в районе Сухинического выступа. Немцам была спланирована операция «Смерч», которая предполагала срезание Сухинического выступа. По масштабам это, конечно, может быть не операция, цитадель, но все равно это обернулось бы достаточно тяжелыми потерями, и во всяком случае это была бы катастрофа, сравнимая с Харьковской. Но этой катастрофы удалось избежать, ввиду того, что советские войска делали первый ход, начинается наступление, причем освобождается территория. Эта операция известна ныне сейчас как Погорелогородищенская. Я бы так сказал, что, позвольте себе немного отвлечься, что в отечественной историографии, для, что называется, интересующихся, операции под Ржевом, они не объединяются в какую-то битву. Более того, и я возражаю против того, чтобы их объединили в отдельную Ржевскую битву. Это цепочка операций на московском стратегическом направлении. Вот в этой цепочке операций находились как раз-таки и августовское наступление, и бои в сентябре 1942 года, и операция «Марс». Погорелогородищенская операция была в ряду тех самых операций, которые в отечественной исторической мысли составляют суть боев в районе Ржева. Причем, надо сказать, что тогда, и в 1942 году, они выглядели по-другому. Они не расценивались как неудачные в целом. Понятно, что цель операции срезания Ржевского выступа, освобождения Ржева и вообще района Ржева не было достигнуто. Но, тем не менее, это было единственное место, где Красная Армия в 1942 году, летом 1942 года, наступала и освобождала советскую территорию. Это тоже имело определенное психологическое значение для и тех людей, кто сражались под Ржевом, и для командований, и для простых людей, на самом деле, деревня которых освобождала наступающая Красная Армия. И в результате этой Погорелогородищенской операции была сорвана немецкая операция «Смерч» после срезания Сухинического выступа. Немцы были вынуждены снимать резервы и задействовать их в отражении наступлений на Ржев, в районе Ржева. Поэтому, несмотря на то, что бои были тяжелые, потери тоже немалые, хотя не катастрофические. То есть следует понимать, что Ржев, несмотря на тяжелые позиционные бои, он не являлся самым проблемным участком Советско-Германского фронта. По сравнению с потерями в отступлении на юге Воронежского и Варшаловградской операции «Ржев», это потери тяжелые, но объяснимые, по крайней мере, в отличие от вот этой вот катастрофы отступления всего южного сектора Советско-Германского фронта. Наиболее секретной операцией в районе Ржева стала операция «Марс». Это такой родной брат операции «Уран». И объективным значением этой операции, немного, так сказать, забегая вперед, можно назвать то, что немецкие подвижные соединения были скованы в районе Ржевского выступа, не только в районе самого города Ржев, но и в районе Сычевки, в районе Белого. И эти дивизии не уехали под Сталинград, например, деблокировать армию Паулюса. Поэтому объективное значение операции «Марс», несмотря на то, что она не достигла поставленной в планах задач, то есть это снова было очередное позиционное сражение на подступах к Ржеву. Тем не менее, во-первых, немецкие наиболее ценные соединения остались в районе Ржева, они отправились, например, куда-нибудь под Котельниково. Еще один момент – это достаточно серьезные потери, нанесенные немецкой 9-й армией. Немецкая 9-я армия, она стабильно и в летний Ржев, и в зимний Ржев, то есть в операцию «Марс» несла потери более 50 тысяч человек общие, и ее возможности неуклонно снижались. На самом деле вот эти тяжелые потери под Ржевом, такой Верден Советско-германского фронта, они сказались и на операции уже 43-го года «Цитадель», когда 9-я армия после вот этой вот кровавой бани Ржева, она была уже малодейспособной, как ударная сила германской военной машины на Востоке, летом 43-го года. То есть потери, они оказались для армии «Модуля» невосполнимыми. Ну и такая последняя операция, последние бои в районе Ржевского выступа – это так называемый буфель, то есть это немецкая операция, отход Ржевского выступа от рубежа к рубежу. При этом следует подчеркнуть, что несмотря на пропагандистские высказывания в немецкой литературе о том, что немецкий солдат ушел из Ржева непобежденным, объективно уход из Ржевского выступа был обусловлен двумя факторами. Во-первых, немецкое командование группы армий «Центр» и Верховное командование понимало, что еще одной операции «Марс» армия «Модуля» банально не выдержит, что фронт посыпется. Ну и второй момент. Немцам понадобились резервы, и эвакуация Ржевского выступа была источником этих резервов. Соответственно, 9-я армия была выведена из района Ржева, фронт сократился, а вот это сокращение фронта высвободило те корпуса, которые образовали северный фаз Курской дуги, значительно южнее Ржева, ближе к центру Советско-Германского фронта, району Курска, «Орла». Хотя это, конечно, по-прежнему оставалось западное стратегическое направление группы армий «Центр». Но по факту в последние дни марта цепочка операций в районе Ржева завершилась, немцы отошли, причем надо понимать, что при отходе использовалась практика выжженной земли, уничтожалось все ценное, что оставалось на той территории, которую занимали идущие по пятам за немцами советские войска. И такой даже деталь, когда оставляли вязьму, то там даже все оставленные бочки прострелили, чтобы нельзя было их использовать. И так подрывали мосты, подрывали наиболее важные сооружения, и отходу вот этому буфелю предшествовало еще достаточно жесткое и бесчеловечное расправа с партизанами, и даже партизанами и местным населением, ввиду того, что немцы готовили территорию для своего отхода. Поэтому в целом, подводя итог, можно сказать, что история Ржева, она, конечно, трагическая, как история тяжелых потерь в позиционных сражениях, но, несомненно, она и героическая, поскольку именно здесь, в Жевском выступе, ковалась тактика штурмовых действий Красной Армии, тактика боя пехоты, и на самом деле, и не только тактика штурмовых действий, но и приемы оперативной маскировки, позволяющие проводить внезапные наступательные операции. Вот эта школа Ржева, она, конечно, была полезна для Западного фронта, впоследствии Третьего Белорусского фронта, который, как известно, дошел до Кенигсберга, Восточной Пруссии, Земландского полуострова. К сожалению, история вот этих позиционных боев под Ржевом, она на долгое время оказалась под грифом «секретно», причем, что меня в свое время очень удивило, даже в секретном изначально четырехтомнике операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне, предназначенном для подготовки будущих командиров Советской Армии, про Ржев не сказано ни слова. Был целый ряд операций, в том числе под Ржевом, которые были засекречены даже до того, что не попадали в секретные исследования. И только какая-то информация, я бы сказал, на личном энтузиазме, личный энтузиазм, это, например, Сандалова, одна из известных наших штабистов, который ввиду стечения обстоятельств стал человеком, который написал несколько очень толковых исторических исследований. Одно из этих исследований – «Погорелого городищенская операция», которое было посвящено августовскому наступлению Западного фронта под Ржевом в районе Погорелого городища. И опыту этого наступления. Еще один энтузиаст, тот человек, который много сделал для того, чтобы Ржев не был белым пятном, это Радзиевский, тоже опытный наш штабист и преподаватель Академии Ньюни-Фрунзе. Сделал немало для того, чтобы Ржев перестал быть белым пятном, в том числе этот опыт был осмыслен при подготовке будущих офицеров Советской армии, будущих штабистов для, не дай бог, конечно, тогда считалось Третьей мировой войны. Но, в целом, конечно, бои под Ржевом были в основном закрыты для исследований. Даже если бы Георгий Константинович Жуков захотел написать о них, он бы о них написать не смог, ему просто это не разрешили. Раз уж не разрешено писать под грифом, то как же можно писать на многотысячной аудитории. Поэтому бои под Ржевом, они хотя остались сейчас в оперативных документах, в мемуарах и в таких общих работах они освещены достаточно слабо. Это несправедливо, ввиду того, что вот эта вот практика, сложившаяся в советской историографии, когда неудачные операции называли так деликатно незавершенными и предпочитали о них не рассказывать, все же о боях, в которых участвовали сотни тысяч человек, нужно рассказывать. И какой бы ни был результат, то, что он не был решительным, то, что не удалось, что называется, с первого удара отбить Джефф, не означает, что те люди, которые воевали в районе Ржева, не заслуживают памяти. И их достаточно серьезные усилия для того, чтобы прорвать на немецкий фронт, проработать какие-то приемы взлома позиционного фронта немцев, что весь этот опыт и на самом деле какие-то удачные выпады, а такие тоже, безусловно, были, они остались забытым. Поэтому я с большим энтузиазмом воспринял весть о том, что под джером ставится памятник, и мне он нравится, в том числе, чисто эстетически. вот этот вот образ с журавлями такой вот воздушность памятника на меня, конечно, произвели большое впечатление. С самого начала следил за ходом работ на этом направлении. Я, не будучи ни архитектором, ни человеком с каким-то развитым художественным вкусом, не готов был, что называется, оценивать, но тем не менее, чисто как человеку, который видел немало памятников, мне памятник понравился, и я считаю, что это долг нашего поколения, чтобы такой памятник был поставлен, как поставленный памятник в районе Ржева, в районе Сомбы, тех тяжелых позиционных сражений, которые обозначили поворотные пункты Первой мировой войны. У Второй мировой войны были тоже такие же позиционные сражения. Если с чем-то сравнивать, то я бы сравнил этот памятник, пожалуй, только с таким грандиозным монументом, как Родина-Мать Сталинграде. Вот Родина-Мать Сталинграде и памятник в Трептов парке. Вот он производит, по крайней мере, визуально, если смотреть на него, даже хотя бы на фотографии, то он производит такой же сильное впечатление. При этом я не могу сказать, что постановкой памятника под Ржевом мы отдадим долг тем людям, которые сражались в забытых, по крайней мере, на страницах многотомных исследований, энциклопедий, операциях. Следующее сражение, которое требует своего освещения и наверняка может быть и своего памятника, это позиционные бои зимой 43-44 годов в Белоруссии на западном направлении. Также субъективно, просто по чтению оперативных сводок, очень долгие, тяжелые бои шли под Старой Руссой. Я не могу сказать, что они были равны, конечно, по масштабу Ржеву, потому что все же Старая Руссо не была настолько ключевым с точки зрения своего географического положения пунктом, но когда читаешь и сводки генштаба, и сводки фронтов, когда в них рефреном идет Старая Руссо, Старая Руссо, и что многократно пытались своротить этот опорный пункт немцев, я думаю, что следующий, если такой памятник нового времени, уже нашего времени, нашего поколения, он будет под Старой Руссой, во всем очень на северо-западном направлении, которое тоже было таким сложным, в том числе и чисто по условиям местности, но и тоже достаточно продолжительные бои, которые шли там многие месяцы. Мы с Константином Фоминым архитектором учились в Академии Глазунова, там стены пропитаны патриотизмом, и в общем-то тематика это была близка, мы посмотрели, почитали немного о конкурсе, о том мемориале, который должен быть, и решили участвовать. Первым делом мы изучили материалы самой битвы, какие-то исторические справки, а дальше уже пытались напитаться этой темой из каких-то советских фильмов, книг, стихотворений. Все, что можно было успеть прочитать за период подготовки к конкурсу, мы пытались себя вобрать. Как-то так получилось, что большинство проектов предыдущих, они тоже на военно-патриотическую тематику. Один из любимых моих проектов, например, «Борельеф» Рахманинова в «Филармонии 2» в Москве, мне кажется, тоже достаточно современно получилось. Самый крупный это памятник Ивану Третьему в Калуге на главной площади, в Греции, мне кажется, неплохой проект тоже, королеве Ольге в Солониках. Достаточно обширная география от Греции до Комсомольска на Амуре, но в основном это патриотическая тематика. После первого этапа конкурса было понятно, кто приблизительно участвует в нем. И участвовали в нем все самые матерые скульпторы, мэтры. Поэтому у нас не было каких-то особых ожиданий, мы не рассчитывали на победу в конкурсе. Мы хотели сделать что-то такое, за что не было бы стыдно, что можно было бы вставить в портфолио в дальнейшем, какой-то такой проект сделать и сделать его современным. хотелось, чтобы памятник отворожал время. На советские памятники, когда смотришь, понимаешь, что это советский памятник, он был поставлен тогда. Хотелось сделать что-то такое, чтобы через столетие люди смотрели и понимали, что это в наше время было сделано. Это очень сложно. Раскачать мозг на какую-то нестандартную работу, попытаться что-то придумать, наверное, это был самый сложный этап. Здесь уместно говорить о том, что это уже не памятник, а некая мультимедийная композиция, вот уже и песня, и фамилия Марка Бернеса. Честно говоря, в процессе работы над эскизами мне кажется, что я эту песню ни разу не слушал. То есть с этой песней у меня не было ассоциаций, просто вот как-то в подсознании уже зашит этот образ, что журавль это душа павшего солдата и наверное у кого-то возникают такие ассоциации, но вот в процессе работы лично я наверное ни разу к этой песне не прощался. За основу все-таки было взято стихотворение Твардовского «Я убит под Оржевом», хотелось изобразить именно душу солдата, воспарившую над полем боя, а журавли вот как-то скорее от формы они появились, то есть у нас задача была сначала сделать скульптуру, которая бы растворялась в воздухе и это был просто солдат, который от центра фигуры к краям начинал распадаться на какие-то молекулы, но это все выглядело не очень интересно, потом в какой-то момент мы решили попробовать отказаться от ног и заменить эти молекулы лохмотья на что-то другое и первое что пришло в голову как раз журавли они сами по себе напрашивались очень любопытную деталь, которую хотелось бы выяснить каким образом вы узнали о победе в конкурсе? это забавно было мне позвонили из российского военно-исторического общества сказали, что проект победил я подумал что меня разыгрывают не поверил и там буквально через полчаса уже стали появляться статьи в которых было об этом написано тогда уже пришлось смириться после победы в конкурсе уже было назначено первое совещание которое у нас проходило оно было назначено здесь в полях под Ржевом мы с архитектором поехали не понимая куда мы едем оказалось что совещание будет проходить у нас в военно-полевом лагере где один отряд поисковиков профессионалы и три отряда школьников работали все лето и за лето подняли 300 с лишним солдат из земли и в тот день когда мы приехали лагерь закрывался и хранили 76 по-моему солдат из них 18 было опознано и была внучка одного из этих солдат и когда вот эти сотни тысяч павших сжимаются до судьбы одного человека который лежит в гробу о нем рассказывает внучка со сцены и этих 70-ти лет со дня победы просто как небывалое такое ощущение что это произошло вчера я не синтементальный человек но я слезами изливался потому что это спокойно слушать просто невозможно после победы в конкурсе приходило огромное количество каких-то различных отзывов в основном это были положительные отзывы но те которые были отрицательными они касались формы одежды солдата дело в том что в ржевской битве на это начало войны еще не было погон не было каких-то отличительных знаков и эта шинель в которой был изначально одет солдата она была неотличима может быть от немецкой дело в том что по крови они действительно достаточно похожи кто-то говорил что он в пальто одет и было принято решение попробовать заменить на более привычные для людей гимнастерку и плащ-палатку были еще какие-то варианты поиска с оружием пробовали винтовку Мосина вставить но в итоге пришли к этому варианту и мне кажется что проект выиграл от этих всех изменений он стал богаче пластический более интересней с точки зрения скульптуры он стал грамотнее и в целом мне кажется для обывателя он достаточно интересно сейчас выглядит интереснее чем был изначально самое большое внимание уделялось конечно портрету потому что все-таки это лицо памятника все будут смотреть на него и лицо должно было быть отрешено выражение отрешенности должно было быть в нем все-таки это дух солдата мне хотелось чтобы он помимо того что смотрит на зрителя еще заглядывал куда-то вглубь себя я изначально хотел изобразить лицо своего деда который прошел всю войну и даже сделал его портрет в рабочей модели но когда уже все было готово я посмотрел и мне показалось что все-таки у этого монумента должно быть другое выражение лица и вообще черты дело в том что у деда такие мощные мужские но достаточно грубые черты лица мощная челюсть такая скула и российское военносторическое общество помогло добыть снимки по-моему министерство обороны нам их предоставило это снимки хроникальные реальных бойцов сражавшихся в ржавской бите там огромное количество портретов было и вот буквально собирательный образ от кого-то я брал глаза от кого-то нос от кого-то скулы губы из разных лиц собирал этот портрет и вот это собирательный образ основная наша деятельность это строительство метрологических заводов комплекс удовольных печей но часть сотрудников моего дела они как бы у них старая школа и они пришли из очень серьезного советского проектного института который в России продолжался с ней проект стариконструкция и в составе вот этого проектного института они занимались разработкой каркасов памятников для то есть до этого но самый известный проект который они занимались это памятник Петру который на Москве реке стоит отчасти из-за такого как бы бэкграунда работы которая у них была и из-за того что остались старые знакомства компания которая захотела построить новый вот этот памятник выдающийся они искали старые контакты вот по этим старым контактам они шли группу авторов которые занимались Петром и пришли к нам соответственно сначала конечно есть концепт нам приходят с концептом буквально это может быть картинка картинка которая многим может быть известна в интернете она есть везде растражирована визуализация по этой визуализации есть как бы четкие принципы что уже хочет архитектор или скульптор видеть в этом памятнике работа на памятнике делится на несколько этапов первый это еще там до победы в конкурсе которые были мы с Константином делаем отдельно друг от друга какие-то наброски подбираем референсы делаем эскизы грубо говоря и собираясь вместе уже начинаем отсеивать что-то в общем-то критикой отсеивается большая часть наработок и из них пытаемся собрать что-то такое что устраивало бы обоих потом делается эскиз для конкурса в данном конкретном случае это была метровая модель делаются визуализации предварительные и после победы в конкурсе уже делается снова рабочая модель увеличивается в масштабе 1 к 10 после чего идет процесс увеличения скульптура в трех плоскостях с нее снимаются все параметры точки ставятся и по этим точкам варится каркас в 10 раз больше после чего на этот каркас снова накладывается глина и уже в натуральный размер начинается проработка как раз таки вот в большой модели мне хотелось добиться растяжки фактуры то есть от лица лицо у солдата гладко и чем ниже спускается фактура тем больше начинается вот такое дребезжание которое к низу приходит уже в облака и лохмоть одежды в которых летят журавли вот это работа в глине после чего глиняная работа формуется на куски грубо говоря на метр двадцать на метр двадцать приблизительно такими кубиками везется в литийный цех формы заливается воск который тоже обрабатывается в глине тоже не все получается проработать в воске еще можно более подробно проработать какие-то элементы перья например и воск это последняя стадия на которой можно что-то изменить после чего восковка заново формуется специально специальной смесью которая уже идет в литийную печь и там в нее заливается бронза получаются такие кубики бронзы которые уже здесь на месте собирались в памятник сейчас мы знаем как выглядит каркас памятника потому что он изготовлен почти достроен а в начальном этапе мы только знали что это должен быть условный восьмигранник состоящий из восьми труб трубы должны быть круглые исходя из этого концепта и зная примерные характеристики которые нам передали авторы проекта то есть что это будет бронза что это будет бронза примерно там толщины определенной что это будет такая-то высота памятника такой-то ширины и они передали нам 3D-модель которая была отсканирована с гипсовой формы с гипсовой копией памятника в масштабе 1-10 с помощью этой 3D-модели мы ее могли уже обрабатывать в своих специализированных программах для конструирования общего вида каркаса памятника внутри потому что очень много деталей было связано с тем как проложить каркас внутри так чтобы не задеть основные бронзовые элементы то есть нужно было сделать каркас под туловище отдельный каркас под голову отдельный каркас под плащ который выступает два отдельных каркаса под руки и заняться интересными вопросами крепления ППШ и конечно самое интересное это крепление вот этих вот журавлей которые довольно далеко отнесены от каркаса и конструктивные решения по ним уникальные для каждого для каждого журавля уникальные конструктивные решения Сложно было на первых совещаниях, когда собиралось 30 человек людей, из них какие-то проектировщики, монтажники, и все сидели, взявшись руками за голову, пытаясь понять, как это можно реализовать. Но мне казалось, что в наш век нерешаемых проблем нет, и здесь это не выглядело чем-то невыполнимым. Мы начали расчет, расчет конструкции, статический расчет, динамический расчет. Это тоже все не самая однозначная и простая работа, потому что основные воздействия этого памятника – это собственный вес конструкции и собственный из бронзы. И если с этим как-то можно было разобраться самостоятельно, например, интегрировать памятник по небольшим кусочкам, с каждого кусочка прикладывать нагрузку к определенному участку окраса, то с ветровой нагрузкой это все намного сложнее, нужен глубокий опыт понимания воздействия ветра на конструкцию настолько нестандартной формы. Поэтому мы обратились в ЦАГИ, это ведущий институт по аэродинамическим испытаниям в России. Изготовили по 3D-модели, как раз-таки, которую нам передали, мы изготовили на 3D-принтере модель в масштабе 1.25. Эту модель мы передали в институт ЦАГИ и попросили их проверить эту модель, во-первых, сказать, с какой силой на какие участки воздействует ветер. И мы попросили их произвести испытание, что нет такого спектра скоростей ветра, при котором эта конструкция входит в резонанс. Потому что это очень важно. Если, например, статические нагрузки на конструкцию мы можем отследить, то входит ли конструкция в резонанс при определенном спектре скоростей, это мы доверили ученым настоящим. Вес конструкции памятника получился, может быть, по сравнению с теми проектами, которые выполняет моя компания, металлургическими цехами, печами не такой большой, он получился больше 50 тонн. Хотя, может быть, мы привыкли оперировать данными 1000 тонн. Но это было очень сложно. И мне кажется, это один из самых сложных 50-тонных проектов, которые я вообще в своей жизни выполнял. Потом толщина бронзы по памятнику варьируется, на самом деле. Есть более толстые участки, есть более тонкие участки. Это тоже было важно оценить на этапе проектирования, и особенно на этапе автосклонадзора, о котором мы еще поговорим. Более тонкие участки, естественно, они более подвержены колебаниям от ветровой нагрузки, их нужно больше усилять. Если рассматривать более толстые участки плаща, головы или складок на одежде, то они закреплены очень надежно. Но даже сама бронза имеет определенную жесткость, которая нам, конечно, помогает в плане сдерживания каких-то микроколебаний и добавляет еще большую несущую способность каркаса в определенных местах. Мы искали завод, который отвечает всем нашим требованиям по качеству изготовления, по возможным габаритам изготовления конструкции, потому что это тоже был важным моментом. Нам хотелось сохранить как можно больше монолитных деталей, изготовленных блочно, компактно, вместе, чтобы избежать возникновения лишних швов, которые мы можем на памятнике сварных швов сделать, лишних болтовых соединений, которые, может быть, видимы. Поэтому нам выбран был там качественный завод, один из лидеров отрасли России. Каркас состоял из нескольких сегментов. Соответственно, нижняя часть там с 0 до 11, потом средняя часть с 11 до 17, и верхняя часть с 17 до 21 800, но еще плюс голова, плюс отдельная конструкция под голову. И нижний ярус нам приехал из двух частей, то есть двух негабаритных частей. Как мы их доставляли, это тоже отдельная история. Мы их доставляли из Белгорода, мы их доставляли. Насчет спецсопровождения я, наверное, вас не проконсультирую, но точно это были негабаритные грузы, и точно их движение нужно было согласовывать, и путь их движения нужно было согласовывать со всеми заинтересованными областями, через которые они проезжали. Сначала, во-первых, была, конечно, тестовая сборка, да, потому что, во-первых, мы, ну, мы беспокоились о том, все ли хорошо соберется, это мы всегда понимали, что это очень важный проект для нас. И поэтому мы заказали много тестовых сборок, нам на заводе протестировали, собрали конструкции, да, потом нам привезли на площадку, мы сами еще раз собрали, чтобы точно быть уверенными, что все соберется как нужно. И подготовили специальный кондуктор, на котором установили там второй ярус, собрали полностью, на второй ярус собрали третий ярус, потом первый ярус поставили уже на постамент, чтобы он там с железобетона стоял, и вот именно монтаж бронзы мы начали со второго и третьего яруса сверху вниз. То есть мы начали с плеч и шли вниз, плечи у нас где-то на отметке 20, и шли вниз до отметки, получается, 11, сформировали среднюю часть и верхнюю часть памятника, и подняли эту часть на постамент, который уже стоял на своем месте, да, на своих анкерных болтах, на своей анкерной группе. После этого мы приступили к, наверное, самой сложной задаче, это монтаж нижних частей бронзы, крепления журавлей. Мы прятали сварные швы, мы прятали болтовые соединения. Там, где это невозможно сделать, мы изобретали специальные накладки, которые это спрячут после окончательной покраски. Сам тип окраски, конструкции, да, специально хорошая краска, которая, если закрашивает там какие-то очевидные монтажные сборные единицы, да, там они становятся менее заметные. Плюс очень много было размышлений о каркасе крепления журавлей, потому что очень хотелось, чтобы не было ракурса такого, при котором человек, там, который пришел там порадоваться открытию, да, или посмотреть на памятник, видел бы очевидные детали крепления, потому что этот памятник, возможно, отличается тем, он поэтому такой воздушный, да, по своей сути такой легкий, потому что он не закрыт со всех сторон, как, например, памятник там Петру на Москве-реке или многие известные памятники, в которых каркас, в принципе, по сути, не виден, да. Этот памятник, он этим отличается, что каркас является частью архитектурной единицы, частью вот этого ансамбля. И было важно согласовать вот эти вот все детали, чтобы если где-то мы видим каркас, да, мы должны были договориться о том, как мы его видим и как он себя ведет, потому что, несмотря на его архитектурную легкость и невесомость, он должен нести свою задачу основную, да, нести свои нагрузки, быть крепким, устойчивым и, как бы, на долгие годы, да, мы не говорим там о 10-15, мы говорим, да, о 50-ти годах там и больше, да, без каких-либо вообще вопросов к нему. Мы очень много времени посвятили проектированию, очень много времени посвятили расчетам. Я не думаю, что у нас есть какая-то деталь, которую мы спустя рукава, да, заложили. Каждая деталь была просчитана несколько раз и перепроверена. Не было такого, что один человек что-то сделал, да, и это сразу пошло в производство. Всегда каждое решение, мы притягали сомнению, каждое решение обговаривалось. Группа людей, опытных людей, там, суммарный опыт группы, которая участвовала в разработке, там, точно больше 70-ти лет, наверное, с этим там 70-летним опытом мы подошли и вложили в каждую, там, монтажную деталь максимально прочность, надежность, которую могли предложить с учетом архитектурных требований. Вот, архитектурных требований, чтобы ничего не было видно, чтобы все было эстетично и красиво. Бронза сама по себе изначально из цеха выходит золотистой, ну вот какая она есть. В таком виде она не сохранится, она в любом случае будет покрываться патиной. Чтобы памятник был однородным, его покрывают кислотой, которая вступает с бронзой в реакцию, и он покрывается патиной, одноцветной. Темная патина, мне хотелось, чтобы памятник был темный. Мне кажется, на темной поверхности лучше видны какие-то как раз глубины, которые у нас будут. Ну, лучше считается фактура. Но если прокрыть просто кислотой, то естественная среда, дожди, снег, они все равно вступают в реакцию, и медь, которая находится в составе бронзы, она дает зеленый оттенок, он весь покроется зеленым цветом. Это рано или поздно произойдет, но чтобы вот к открытию он был в таком более-менее рекламном виде, его покрывают еще воском. Он на какое-то время, на несколько лет законсервирует этот процесс, и вот памятник будет таким, каким вы его видите сейчас, темным полностью. Потом постепенно все равно воск будет испаряться, и он начнет приобретать свой естественный цвет. Но просто еще сейчас задача закрытия воском и кислотой сварные швы, которые все равно однородно, ну, достаточно сложно, чтобы они однородно начали кроваться патиной. Мы сейчас проходимся, еще где-то подтонируем местами. Но это вот все вручную проходит, достаточно ювелирная работа. В общем, задача этой работы привести поверхность бронзы в однородный тон. Это очень важная часть, очень важная часть конструкции. Не только ее построить, собрать, да, но и соответствующим образом привести бронзу к готовности, чтобы на нее посмотрели. Потому что невозможно там оставить бронзу, просто собрать, оставить. Естественно, она должна быть подвергаться какой-то шлифовальной обработке. Все швы обязательно должны быть защищены, обработаны, подкрашены, если это необходимо. Должна быть сформирована система бликов, да, потому что людям тяжело воспринять просто черное пятно, да, например. Потому что бронза, по сути, своей там черная. Конечно, очень важно было обработать все швы. И за швами очень сильно следили по бронзе, потому что, несмотря на то, что каждый сегмент бронзы крепится, да, швы должны быть между собой очень хорошо, очень качественно проварены. За этим следила специальная бригада сварщиков, которая специализируется именно на сварке бронзы. Это не какие-то сварщики, это абсолютно уникальные специалисты. И визуальная часть отработана до детали. То есть, если шов – это деталь, да, естественно, невозможно это упустить. Каждый шов должен быть изучен, отшлифован, заварен и сверен автором идеи. То есть, после завершения всех монтажных работ, естественно, автор идеи, главный скульптор или главный архитектор, возможно, вместе, они пройдутся сверху вниз и посмотрят каждый, я уверен, каждый там сварной шов, каждую зачистку, каждую деталь памятника. Еще раз, если нужно будет что-то помочь им, что-то подправить, что-то сделать, конечно, это будет сделано. Потому что их видение – это ключевая часть. Их видение как бы и создало этот проект. Мне как скульптору хотелось максимально обобщить это все, но вот были какие-то детали, на которых хотелось сыграть, сделать их вкусными. Вот как раз ремень, вот эти кракелюры какие-то, на нем потертости, потресканные от долгого ношения его, или пуговицы. Но мне кажется, это такие изюминки, которые добавляют жизни, что ли, в него. Мне показалось, что они нужны, хотя, может быть, можно было и обойтись и без них, но, мне кажется, они его украшают. И век технологий я уже видел, как здесь там по шесть квадрокоптеров летало, снимал его со всех сторон. Мне кажется, вот эти детальки, они нужны. Конечно, когда заходишь через основной вход в главную входную группу, вот эти вот стены и архитектурные решения с выполнением стен, с именами воинов из специальной картеновской стали, очень оригинальные, очень интересные. Человек сразу понимает, да, что происходило в этих местах, и проникается история этого места. Интересная сталь картеновская. Можно подумать, что она ржавеет, но на самом деле специальный такой налет патин на ней появляется, за счет которого она даже дольше сохраняется. И в некоторых источниках она вечная сталь, потому что она принимает определенный вид вот с патиной, с налетом, и остается такой на очень долгое время. Во-первых, это интереснее, чем просто какой-то темный, может быть, цвет или покрашенный сталь. Мне кажется, что вот эта ржавчина, она дает как раз-таки ощущение какого-то времени, может быть. Как будто эта сталь, она уже вот какое-то время здесь была, давно находится, может быть, там войну как бы-то прошла. И я был потрясен, какой резонанс вызвал этот проект. Приходит огромное количество отзывов с благодарностью в основном о том, что ставится памятник солдатам, о том, какой он. То есть сама скульптура людям очень нравится. Вот как раз то, что он современный, вот какое-то, видимо, огромное количество писем приходило. Люди спрашивали, где можно пожертвовать на памятник. Вот то, что он поставлен на народные деньги без участия бюджетных средств, это просто удивительно, что такую сумму смогли собрать. Та функция, которую вкладывали создатели этого памятника, я думаю, что мы им помогли ее отразить. Мы помогли им создать именно тот памятник, именно ту конструкцию памятника, при взгляде на которую можно будет ощутить какой-то душевный трепет и прикоснуться как будто к истории, как будто заинтересоваться этой историей и почувствовать ее. Для меня это невероятный опыт как для профессионала, как для человека, который выполнил эту работу. Это довольно редкая работа, тем более в нашей стране. Один из выдающихся памятников за последнее время. Я не помню, чтобы что-то подобное строилось за последние 15-20 лет. Может быть, я не совсем точно знаю. Но по мне так это невероятный опыт. Людей, которые выполняли подобного вида работы, не так много. С другой стороны, я думаю, что нет семей, которых бы не коснулась война и которых бы от своих родителей, от своих бабушек, дедушек не знали какие-либо семейные истории про этот вопрос. У меня тоже есть такие истории. И когда я рассказываю своей бабушке, например, о районской юбилей, ее отец воевал, прошел войну, дослужился до майора. Или когда я рассказываю своей маме, у которой деды воевали, что я принимаю участие в срождении такого монумента, вот, конечно, бабушка очень растрогана моим участием. Мама тоже растрогана. Для меня было важно рассказать им эту историю. И отчасти мое время участия в этом проекте связано с тем, что я хотел сделать приятно им и всем семьям, которые затронула война. Да, дело в том, что памятник я сам еще не видел целиком. И на открытии сам стрепетом жду этого момента, момент открытия, чтобы посмотреть, что получилось. Но мне кажется, что получается даже лучше, чем на визуализациях. И я уверен, что большинству людей, по крайней мере, он должен понравиться. Чаще всего имена скульптора, архитектора и конструктора, даже самых выдающихся памятников, остаются в тени. Нам бы очень хотелось, чтобы этот видеорассказ хотя бы отчасти исправил такую несправедливость. И сам стал бы частичкой истории нашей страны. Мы не забыли снять лица рабочих, несколько месяцев подряд трудившихся на монтаже памятника, и сделавших все от них зависящее качественно и в срок. В обозримом будущем мы рассматриваем возможность организация военно-исторической экскурсии с посещением Ржавского мемориала и проведением на Ржавской земле силами коллектива военных историков нашего канала лекции о трагических и героических событиях, развернувшихся под Ржавом в годы войны. Будем держать вас в курсе. Мне лично очень бы хотелось побывать у этого памятника вживую, посмотреть на него с близкого расстояния, ощутить. Иной раз очень многое дает, когда оказываешься именно на том месте, где все происходило. И вот памятник, он создает определенное настроение. Но и, конечно, мне бы хотелось поделиться своими знаниями, своими мыслями о Ржавской битве. И, пусть это неофициальное наименование, я бы назвал корректней все же цепочкой операций в районе Ржава, но мне бы хотелось поделиться своими знаниями, своими мыслями о том русском Вердене. Тяжелом, позиционном, но вместе с тем героическом противостоянии бойцов Красной Армии, немецкой военной машины. И завершилось-то все в итоге тем, что эта военная машина, понеся тяжелые потери, ушла из-под джава. Поэтому очень бы хотелось туда съездить, ну и поговорить о тех событиях, от которых нас отделяет уже почти 80 лет. Событиях 42-го, 43-го, ну в какой-то мере 41-го года. Присоединяйтесь. Пока же для всех, кто интересуется военной историей Ржева, все видеодоклады историков Алексея Исаева и Алексея Волкова, ранее опубликованные на нашем канале, собраны в отдельный плейлист. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова